МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты, комментарии. Сегодня в выпуске. Злоупотребление доминирующим положением. В отношении руководства ПНХЗ расследуют уголовное дело. Волонтеры привезли деньги жителям Рождественки, пострадавшим от паводков. Нерасторопность. До мамской иска чиновники сами найдут сервисные компании. Родовое наследство. Под звуки гитары живет правнучка прославленного из стая. На руководство Павлодарского нефтехимического завода завели уголовное дело. В 2021 предприятие устанавливало завышенную цену на переработку сырой нефти. Материалы передали в Департамент экономических расследований. Подробнее в первом сюжете. В ходе проверки деятельности Павлодарского нефтехимического завода в областном агентстве по защите и развитию конкуренции выявили нарушения. Как оказалось, на предприятии злоупотребляли своим доминирующим положением. Данные нарушения были образованы в результате того, что затраты, которые были погашены в 2020 году, были перенесены в 2021 год, что в результате чего цена переработки сырой нефти увеличилась на 4 тысячи тенге. Поэтому при обоснованной 19 тысяч в 2021 году цена переработки составила 23 тысячи тенге за одну тонну сырой нефти. 31 марта в Департаменте экономических расследований открыли уголовное дело на руководство предприятия. Напомню, в феврале стало известно о задержании генерального директора ПНХЗ и других лиц по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Азамат Айдхалин, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Более 8,5 миллионов тенге привезли в Рождественку волонтеры и общественники. Эти деньги – помощь пострадавшим от весенних паводков. Жителям вручили банковские карты. Напомню, талая вода из полей пришла в Рождественку и буквально застала людей врасплох 31 марта. За несколько часов все затопило десятки домов и подворий. А уже на следующий день сюда прибыли волонтеры повладарского филиала «Красного полумесяца». Когда оценили ситуацию, решили материально поддержать семьи, чьи дома оказались полностью или частично разрушены. В числе пострадавших – Елена Герш. Прошлой осенью они с мужем справились здесь новоселье. Но с началом паводков свежий ремонт поплыл. Новые обои и полы пришлось срывать. Фонд Булатова оказал финансовую помощь, денежную компенсацию выделил на каждого члена семьи. Нас пять человек в семье, каждому выделили. По 100 тысяч тенген от человека выделили. И на эти деньги мы собираемся восстанавливать жилье. Фондом Булата Утимуратова и Обществом Красного полумесяца Республики Казахстан было принято решение оказать финансовую помощь 24 домохозяйствам с охватом 84 человека в селе Рождественка, а также одна семья в составе двух человек в селе Калиновка района Теренколи. Общественники помогли сельчанам на общую сумму 8 миллионов 600 тысяч тенге. Списки пострадавших согласованы с Экиматом и Департаментом ЧАЭС. Эти карты действуют в течение двух месяцев. Ими можно расплатиться за продукты, одежду или строительные материалы в любом магазине Павлодарской области. А вот купить алкоголь или табачную продукцию нельзя. Александра Петрова, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». Полицейские использовали рабочие документы вместо туалетной бумаги. Эта публикация вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи назвали дикостью обнародовать снимки из ведра уборной. Другие не упустили случая пошутить в комментариях. Подробнее в обзоре новостей и соцсетей. Спонсор рубрики новостей и соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Публикация, где отчетливо видны документы, которые использовали как туалетную бумагу, появилась в одной из социальных сетей. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. Отметили, что на фото не секретные документы, тем не менее, вся ненужная документация подлежит уничтожению. По этому факту проводится служебное расследование. «Да уж, вот там, наверное, мое заявление о краже». «Просто туалетная бумага не смогла стереть походу, поэтому пришлось пожестче взять бумагу». «Почему мне сейчас так смешно?» Убираете ли вы за своей собакой во время выгула? Очередной опрос телекомпании «Ирбис» на официальной странице в Инстаграм вызвал бурную дискуссию. Отреагировал иаким города Асаин Байханов. В комментариях предложили провести прямой эфир о правилах выгула животных. Городоначальник поддержал идею. «На Павлова 2 гуляют с собаками на детской площадке и ничего не убирают. Потом дети на эти к***и наступают». «Да, очень редко кто убирает». «Надо штрафовать, прям на большие суммы, чтобы ощутимо было». В эфире телекомпании «Ирбис» продолжается новый проект «Легенды сцены». Уже совсем скоро фильм о Павлодарском камерном хоре. Не пропустите в эти выходные. Спонсор рубрики новостей и соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет удивительный мир, смесителей, душевых стоек и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу Абая 110 Аквамир. Спасибо, что выбираете нас. На базе Павлодарского областного филиала партии «Аманат» пройдет серия семинаров для бизнесменов. Эксперты расскажут предпринимателям об изменениях в законе, порядке уплаты налогов и о других актуальных вопросах. Подробнее наш корреспондент. Учли вопросы павлодарских бизнесменов. Они поступали в центральный аппарат партии «Аманат». Поэтому сегодня для всех полезная и информативная встреча. Среди спикеров представители палаты предпринимателей «Атамикен». Рассказали о правах и обязанностях тех, кто занимается своим делом. На уровне центрального аппарата партии было обращение от предпринимателей по городу Павлодар о том, что в сфере питания, в сфере оказания услуг – это столовые, наверное, где-то кафе, может быть, общепит, да? Какое налогообложение? И в связи с этим мы отправили запрос в профильное министерство и получили здесь на местном уровне, чтобы повсеместно по республике прошли вот такие встречи на площадке партии «Аманат». Среди популярных вопросов среди предпринимателей – это санитарные нормы, безналичный расчет. По каждому будет проведена отдельная встреча с приглашением компетентных специалистов. Азамат Айдхалин Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Ну а сейчас время экономических новостей. Рубрику ведет Александра Петрова. И у нее самая актуальная информация. Саша, я тебя приветствую и о чем расскажешь сегодня. Здравствуйте. Инфляция в Казахстане достигла пига с сентября 2016 года. Ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Об этом заявил глава Нацбанка. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10% до почти 15,5%. Значительно подорожали за год капуста, сахар, картофель и помидоры. Стоимость непродовольственных товаров из-за ослабления курса и ажиотажного спроса за март выросла с 8,6% до практически 11%. Рост цен на платные услуги ускорился с 7,1% до 8,3%. Для недопущения необоснованного подорожания необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки, считает Галымжан Перматов. Самый важный вклад в свое здоровье. Чтобы восстановить зрение, павлодарцам больше не нужно выезжать за пределы региона и нести лишние расходы. В клинике «Остановижн» на Бектурово-103 оказывают весь спектр диагностических и хирургических услуг в сфере офтальмологии. Для приезжих есть комфортный круглосуточный стационар. Это первая и единственная в Павлодарской области больница, в которой проводят лазерную коррекцию зрения и операции по замене помутневшего хрусталика на интраокулярные линзы высокого качества от европейских производителей. А также оперируют патологии сетчатки, включая отслоение. В завершение курс валют. В Павлодаре доллар стоит 454 тенге, евро 492, рубль 5 тенге 60 тин. Это были бизнес-новости. Владимир. Сейчас прервемся на рекламу, а затем вы увидите. Опасно для жизни. Обшивка фасада дома может упасть на прохожих. Подробности в мобильном приложении. Зеленый свет. Где в этом году появятся новые светофоры? Талант по наследству. Правнучка известного Акина из стая удивляет слушателей. И специальный инфоблог после спорта. Скоро продолжим. Скажите, что это было? Вот это вот. Вот это что такое? Это я переключал. Вы увидели, что удовольствие было. Я думал, челюсть у вас вылетит. Пенсионный возраст. Пенсионный, да? Да, ну, творческий, так сказать. Творческий пенсионер у нас сегодня. Муж с гастролей приехал, говорит, жена добыча, да? Вот тебе еще один. Ну, супруга у меня всегда, вот я приезжаю с конкурсом, она у меня раз, рамочку есть. Ну да, тебе. Она стоит около 6 миллионов тенге. Можно же по однокомнатную квартиру со скидкой купить. Да. И то сейчас уже не купишься. А, теперь мы уже спокойнее, да, цены на недвижимость. Выросла квартиру не купишь, покупайте баян. Левая рука, в принципе, идентична, одинаковая. Рука здесь, причем, у него рука есть? Я имею в виду правая рука, это, наверное, клавиатура, я неправильно. Я думал, поди еще сейчас ноги найдем, баян. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале «Ирбис». Частушки, кстати, как вам? Тойота Камри. Вот ваш приз на светлый праздник на УРОС. Купи 6 билетов Лото 6 из 49 и участвуй в розыгрыше Тойоты 16 апреля. Билеты в точках продаж лотереи «Сад Тожелдос» в отделениях почты или онлайн. Подробнее на сайте sz.kz. Восстановлением ограждений вдоль дорог сегодня занимались коммунальщики в Павлодаре. Заборы выпрямляли, мыли и красили. Во сколько это обойдется бюджета, узнал наш корреспондент. Марафон чистоты в Павлодаре начался на прошлой неделе. Задача за месяц навести в городе порядок, поэтому работы хватает. Сегодня коммунальщики мыли остановочные павильоны, убирали мусор вдоль дорог. Не забыли и про ограждения. В текущем году с городского бюджета выделили порядка 30 миллионов тенге на содержание и текущий ремонт ограждения проезжей части. На сегодняшний день у нас является 37 километров ограждений. Это ограждение надо будет, во-первых, заняться выправкой, промывкой и покраской. После зимы ограждение нужно освежить и заново покрасить. А кроме того, многие после ДТП требуют ремонта. Всем этим занимаются около 20 работников подрядной организации. Ильяс Рамазанов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». 12 новых светофоров в этом году появятся на дорогах Павлодара. Проект разработали еще в 2021-м. А сейчас коммунальщики готовы к реализации. Говорят, жители постоянно просят электронные регулировщики. Правда, поставить везде их невозможно. Почему? Расскажет Артем Клеван. Павлодар – часть автолюбителей в шутку называют городом светофоров. В некоторых случаях установить их просят именно водители. Хотя, как показывает практика, чаще всего нужны они пешеходам. В ближайшие два года, как сообщили водители ЖКХ, ситуация с электронными регулировщиками заметно изменится. Светофоры в этом году планируют установить в 12 местах Павлодаре. Не везде, это именно перекрестки. На некоторых участках нерегулируемые пешеходные переходы станут регулируемыми. Потратить на это планируют 190 миллионов тенге. Список уже известен. Пересечение Нурмагомбетова-Жебегжулы, Нурмагомбетова-Минина, Российская Щедрина, Бектурово-Едыгеби, Толстого-Дюсенова, Толстого-Бухаржирау, Естая-Бухаржирау, Толстого-Малая-Бьезная, Варушина-Радищева, Ломово-Жебегжулы, а также по Толстому возле департамента экономических расследований и по Нурмагомбетово возле магазина «Даниял». Жители много просят перекрестков на перекрестках поставить светофоры, но это тоже невозможно. Везде ставят светофоры. Это уже вообще неудобствует. Это будут пробки. В следующем году тоже мы сейчас подали заявку на разработку проекта субъектной документации по 15 перекресткам. Проектированием новых светофоров будут заниматься параллельно с установкой утвержденных. Кстати, прежде чем принять решение по обустройству перекрестка электронным регулировщикам, согласование проходит с административной полицией. Одобрение получают не всегда. Артем Клеван, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Заседание Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана прошло в Павлодаре. Обсудили работу по дальнейшему укреплению межнационального согласия в регионе. Кроме того, реализуются проекты, направленные на оказание помощи одиноким и многодетным мамам. Подробнее наш корреспондент. Совет матерей Павлодарской области вносит большой вклад в обеспечение межнационального и межконфессионального взаимопонимания в регионе. Даже во время пандемии не прекращали свою работу. Сегодня, спустя долгое время, вновь встретились за одним столом в режиме офлайн. Я хотела бы отметить то, что после большого перерыва у нас наконец-таки появилась возможность вживую встретиться с людьми, которые активно продвигают все те инновации, которые предлагает наш президент. И в этом плане рекомендации по концепции «Мадене-Т, она, Мадене-Т, Улт» – это, конечно, очень и очень хорошее дело. В заседании участвовали видны общественные деятели, депутаты, руководители управления и председатели этнокультурных центров. Главная задача – помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в первую очередь советам. Впервые в регионе прошел областной профессиональный конкурс для особенных детей по компетенции «Технология моды». Участниками стали учащиеся средних, общеобразовательных и специализированных школ города. Оценил мастерство юных рукодельниц Азамат Айтхалин. Конкурс прошел среди учащихся девятых классов по швейному производству. Все участники прошли отборочный тур в стенах родных школ. В будущем победители смогут стать студентами колледжа сферы обслуживания. Я пришла сюда с целью для получения опыта, победы, естественно, и новых знакомств, ярких эмоций. Мне нравится профессия дизайнера больше, чем швеи. Всего участниками конкурса стали 19 школьников. Каждый из них достоин победы, отметили в жюри. Победитель получит швейную машинку. Призеры – памятные подарки. Главное задание – изготовление простыни на время. Выделено максимум 90 минут. В нашем колледже сейчас обучается 20 детей с особенной образовательной потребностью, в том числе семеро инвалидов. Для чего нам нужна эта конкурс? Во-первых, это наша ранняя профориентация. Президент в прошлом году еще выступал, говорил о ранней профориентации среди учащихся. Мы пока начали среди девятых классов, потом со временем мы планируем и седьмые, и восьмые классы. Участники конкурса получили возможность не только быть частью мирового движения WorldSkill, но сделать первые шаги к выбору профессиональной карьеры, отметили в колледже. Азамат Эйдхалин, Олег Ипалов, телекомпания «Ирбис». Правнучка известного казахского акына и композитора Естая Беркембаева, настоящая наследница его творчества. Удивляет слушателей своими талантами. Райхан Абикеева взяла в руки гитару и в паре с другим бардом исполнила душевную весеннюю композицию. Она тронула сердце нашего корреспондента Артема Буланова, и теперь он готов поделиться своими впечатлениями. В этой уютной гримерке Райхан Абикеевой помогает подготовиться к концерту опытный бард Виктор Дирксен. Буквально за час придумали текст, наложили мелодию, и вот она, душевная и согревающая песня, готова. Женщина признается, именно в гитаре нашла свое спасение от любой хандры. Я писала только стихи, но попав, как я говорю, в мою стаю, в бардовскую среду, я начала писать песни, и на гитаре я играю два года. Два года, поэтому я только в начале пути, я только учусь. Вообще у меня была музыка для начала, музыка. А потом, потому что стихи, как бы, мне казалось, что это очень сложно, а сын мой младший говорит, папа, говорит, песня должна быть. А говорят же, остальные младенцы истины, а ему три годика было. А что это, говорит, эта музыка? Должна быть песня, слова. И вот у меня тут же они сразу и пошли, пошли, что-то пошли, и как-то так вот, и потом пошло, поехало. Вот она весна, ла-ла-ла-ла-ла, к нам с тобой пришла, ла-ла-ла-ла, счастье прогулей, ла-ла-ла-ла-ла. Публика приняла песню на ура. Аплодисменты не смолкали. Райхан Абитеева уже готовится к сольному концерту. Раньше у меня был бизнес, сейчас я в свободном полете, так сказать. Дети выросли, и я могу заниматься, наконец, своим любимым делом. Помимо игры на гитаре, женщина бережно хранит интересные рассказы о Истайе Беркембаеве, делится ими с молодежью. Ведь память о легенде должна вдохновлять новые таланты. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Время спортивных новостей. В студии появилась Елена Белоградова, я тебя приветствую. Первую победу празднует футболистский сбор на Ю-19. У меня вопрос, что это был за турнир, расскажи вкратце. Здравствуйте, болельщики, приветствую Владимира и тебя. Это был квалификационный турнир на Евро-2022. Обыграли Эстонию 1-0, но пройти далее нашим не удалось. Приятно, что к этой победе руку приложила и наша Ксения Постовая, которая совсем недавно вошла в тренерский штаб. А далее о спорте продолжим через пару секунд. Не переключайте. Вторую победу одержали баскетболисты в заключительном шестом туре высшей лиги. В первом матче Иртыш со счетом 89-61 нанес поражение дублером клуба «Астана». Самым результативным стал миром Бекша Муратов, в активе которого 22 очка. А в следующей встрече павлодарцы с разницей в 30 баллов обыграли команду «Намыс». Ключевые моменты – стартовые и заключительные периоды. В них наши баскетболисты забивали больше всего. В этом поединке отличился Павел Брюховец, набравший 17 очков. Итог на табло 98-68. А павлодарские гимнасты – серебряные призеры первенства Казахстана. Первый официальный старт сезона прошел в Южной столице. Победа Алматинской сборной над командой Павлодара – скорее тактическая. В составе чемпиона все гимнасты, значительно старшие и опытные изначально. Южане даже рассчитывали выступать без своего лидера. Однако перед самым стартом внесли в заявку участника Олимпиады Каримии Мелада. У нас команда очень молодая. Самому старшему 17 лет, моменту Роману. По поводу этого было тяжеловато бороться. На Гоборе шестое место, но в отдельных видах у него две бронзы и одно серебро. И плюс командное серебро еще. На перекладине он занял второе место, обойдя Каримии Мелада, который был участником финалистом на перекладине Олимпийских игр в Токио. На Гоборе палодарцы без медалей остались только в категории сеньора. Все остальные наши гимнасты выиграли безоговорочно в турнире по программе КМС. Нуртан Идрисов – чемпион Роман Хигай – обладатель Серебряной. По первому разряду абсолютную победу одержал Артем Ковалев. Не стушевались и самые младшие – и Федор Маменов, и Даймир Сагенбеков. Мы работали на этот результат. Мы прошли не одни сборы. И на той базе, где тренируются сборные, на той базе, где оборудование, на котором нам надо работать. Мы уже, как говорится, переросли в наш спортивный зал, где он только рассчитан на малышей. Три наших гимнастов сейчас готовятся к первым международным стартам – Всемирной гимназиаде и молодежному чемпионату Азии. Сборная Павлодарской области завершила подготовку и отправилась на крупный республиканский турнир в Шимкент. Соревноваться лучники будут уже на улице, а не в тире. И предсказать точное количество завоеванных медалей нереально. Но рассчитывают на молодежь Александр Смагин, Аяна Ахметов и Анатолий Панченко – кандидаты в состав казахстанской команды. Состязания отборочные на международные старты. А в Павлодаре сегодня начался один из масштабных республиканских турниров по дзюдо. Традиционный турнир памяти заслуженного тренера Батырбека Сисимбаева в этом году был бы 25-м юбилейным. По известным причинам пару лет соревнований не проводили. Тем не менее своего статуса этот старт не потерял. Во-первых, он класса А с нормой выполнения мастера – спорта. «Участвует 367 человек. Это уже о чем-то говорит, что турнир не потерял свое значение. Вот два года перерыва мы вот этот турнир проводим на третий год. И я бы не сказал, что уровень стал ниже. У нас люди стараются на этот турнир приехать». Статус дает то, что члены национальной команды борются. Те, которые сейчас не попали на гран-при в Анталию, они участвуют на данном турнире. То есть конкуренция, естественно, от этого выше. Ну и вообще все регионы Казахстана абсолютно присутствуют на нашем турнире. Кроме дзюдейстов со всего Казахстана, наш турнир первый в республике с участием стран ближнего зарубежья. Приехали команды из Узбекистана и Кыргызстана, а также сборная Новосибирской области. Медали распределят в семи весовых категориях среди мужчин и женщин. «Во всех весах Ангаринца хороших, спортсменов очень много. Почти этот турнир сравнивается с чемпионатом Казахстана. С этого турнира уже чемпионов смотрят на зарубежные турниры и ставят сборную даже. В программе этого турнира есть еще один особенный пункт. По окончании соревнований для всех желающих организуют тренировочный лагерь и мастер-класс». Алихан Айджанов – двукратный победитель международного турнира в Кызларде. Стоит отметить, борец Казакша-Курес выступает в самой конкурентной тяжелой весовой категории. Алихан Айджанов выходит на ковер и эффектно завершает поединки в свою пользу. Для этого Полуана нет авторитетов. Он абсолютный чемпион и сравниться с ним пока никто не может. Тренерский штаб делает на него ставку во всех турнирах. «Мы прошли с первого учебно-тренировочного сбора в городе Шимкенте. И с дальнейшим участием мы поехали в Кызларду. Республиканский турнир памяти Хажимхана Мунайдпаса среди молодежи. И наш спортсмен Павлодарский Айджанов Алихан в весовой категории свыше 100 килограммов занял первое место». Очередная победа далась не просто. Перед финалом было три сложнейших поединка на ковре. В каждом пришлось выложиться на все сто. Своих соперников Павлодарец брал не только силой, но и хитростью. «Немного трудно, но немного и с легкостью, и иногда с трудом. Бывало такие, некоторые проблемные противники, ну то есть соперники трудные были». «В финале с кем боролся, откуда и как ходил?» «В финале я боролся с Ахмуринским». Алихан мечтает выиграть золотую медаль самого престижного турнира в стране «Казахстан-Борысы». Но для достижения этой цели придется очень много и упорно трудиться. Время есть. Остается запастись терпением. Вице-чемпион мира Расул Хатаев вновь празднует успех. На этот раз боец смешанных единоборств из Экибастуза добился отличного результата в Суперкубке. Представитель достаточно дефицит на весовой категории. В ММА тяжеловес Расул Хатаев прокладывает свой путь к золотой медали. Для начала этот базовый боец отличился на чемпионате мира в ОЭС, став серебряным призером. А затем в Бахрейне завоевал еще и бронзу Суперкубка. Говорит, вопреки многим факторам. Да нет, у нас и по борьбе немного спарринг-партнеров. Вот Дмитрий Попов. Вместе с непосредственно с вольной борьбой с детства идем. Идем вот как идем, вдвоем тащим как можем. А так и так и так не хватает. В составе сборной Казахстана по смешанным единоборствам вместе с другим повладарцем Аликом Домничем Расул один из лидеров команды. Именно он завершает поединки, когда коллективу необходимы важные баллы. В набирающую популярность движение ПОП ММА переходить не планирует. По ММА нету таких мыслей себя попробовать. Деньги там, я не думаю, что совсем хорошие. Если хорошие деньги зарабатывать, надо оскорблять людей или нападать на людей. Я не думаю, это неприемлемо для нас. А пиар, да, там может в плане инстаграма, раскрутки это хорошо. Но как бы пока нету таких планов. Не знаю, как будет дальше. Но мыслях не было даже. В планах чемпионат Азии и еще несколько важных стартов. 2022 год для повладарских бойцов уже хороший. Теперь главное не растерять это солидное преимущество. Это были новости спорта, а мы с вами еще не прощаемся. Переходим к нашему специальному информационному блоку. Переходим к нашему специальному 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 блоку. Озвучим данные на 13 апреля. В студии Ильяс Рамазанов. Здравствуйте. На втором Павлодаре аварии на коммунальных сетях не прекращаются. На Таллинской, Дерово, Целинной, а также в частных домах на Щедрина и Хабаровской не было воды. О сроках устранения повреждений в компании монополиста не сказали. Также на некоторых улицах не было света. Об этом сообщили в службе 109. К 4 часам дня работники энергетической компании сбои уже устранили. Ну а на перекрестке Камзино-Чокино коммунальщики повредили водопроводную трубу. Безживительные остались жители домов по Чокино от Катаева до Камзино. В промышленных предприятиях в границах улиц Циолковского, Малой Сарыбатыра, а также в трех многоэтажках не было света из-за аварии. К 3 часам дня в энергетической компании сообщили, что повреждение практически полностью устранено. Теперь об отключениях на 14 апреля. Света не будет в 9 высотках по Осипенко, в 3 по Катаево, в 2 по Циолковского и в 1 по Чайковского. По плану отключение продлится 3 часа с 9 утра до обеда. В связи с заменой задвижки на трубопроводе воду отключат в домах по улицам Щедрина, Архангельская, Сибирская, Днепропетровская. На этом у меня все. Следите за коммунальной сводкой на телеканале Ирбис каждый день. До свидания. И таким был сегодняшний день. Запомните, его для вас работали Елена Белоградова. И Владимир Чубенко. Увидимся в ближайшем выпуске новостей. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!